И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый видеоролик, наконец-таки, наконец-таки, друзья, у нас война начала работать, давайте быстро пробежимся по ней, расскажу я вам вообще суть её, наконец-таки я зашёл, я уже в принципе во всём разобрался, понял как всё работает, если вам что-либо непонятно, то обязательно сейчас всё послушайте, я попытаюсь быстро пробежаться по самой информации и тогда уже перейти к карте, где подробнее объясню как будем действовать и как у нас будет вообще продвигаться данная война, напомню, что я играю в данной войне за две фракции, это Санты и Снеговики, один аккаунт у меня имеется на основе, это Санты и на мульте у меня имеется фракция за Снеговиком, поэтому что у нас вообще по войне, кто играл у нас в предыдущую войну, то он в принципе уже всё знает, он понимает как это действует, как работает, всё у нас практически ничего не поменялось, только за исключением зон хранилищ, сейчас за них не такие жёсткие бонусы, которые были у нас в прошлый раз, но вся суть наверное таки в том, то что если правильно у нас по ходу вообще данной войны распределятся силы от одной например из фракций, например это будет либо Санты, либо Снеговики, я очень сильно надеюсь, что у нас удастся у данных двух фракций отжать лишнее хранилище, и одна из этих двух фракций сможет дополнительно ещё формануть контейнеры, потому что, ну согласитесь, что дополнительные контейнеры я думаю, что никому не помешают, при том что есть определённые две фракции, за которые я буду топить, поэтому уже в последующие дни я вам расскажу какие-то определённые схемочки, как можно будет это всё дело реализовать и реально просто исключить в какой-то степени одну фракцию из борьбы за данный слот, за данное место, за именно такие хранилища. Что касаемо войны, если быстро, то у нас имеются определённые зоны, есть зоны, которые за их захват вам даётся 1 очко победы, есть которые даются по 3 очка, есть которые даются по 5 очков, ну и соответственно 3 хранилища, за которые вы получаете дополнительные контейнеры, Как тут написано, это если у вас имеется боевой пропуск и премиум аккаунт, то это 9 дополнительных ещё контейнеров к имеющимся, то есть если я правильно понимаю, то вы за ход получаете 9, плюс за захват хранилища ещё 9, и того у вас если есть и боевой пропуск и премиум аккаунт, вы в сумме получаете 18 контейнеров за захват данной территории, То есть, если любая простая территория при ее захвате получаете вы всего лишь 9, то при захвате именно таких двух данных, ну, вернее, той точки, где имеется хранилище, вы получаете 18 контейнеров. Надеюсь, я подробно данную ситуацию описал и вы поняли, как это работает. Но, конечно же, вы должны тогда будете сделать ход именно в данную точку, дабы получить данные дополнительные контейнеры. То есть, если вы, например, в той ситуации, когда вы дойдете уже до данной точки хранилища, вы нажмете не на нее, а нажмете на другую точку и пойдете захватывать ее, то вы, соответственно, не получите данные дополнительные контейнеры за хранилище. Поэтому в этом плане где-то в третий день нашей войны, или получается у нас минимальное количество шагов, дабы дойти до хранилища, нет, везде у нас по 4 шага, дабы дойти до хранилища нужно. Всего через 4 шага, то есть в четвертый день, вы уже сможете полноценно заработать дополнительные контейнеры с захваченной точки на хранилище. Что касаемо вообще общих требований, то здесь все довольно-таки просто, я даже не знаю, что здесь можно было бы пояснять, у вас имеется 23 часа, за которые вы просто должны проголосовать за какую-то определенную точку, также проголосовать за точку, которую вы будете защищать и подтверждаете все это дело и, соответственно, ваш ход подтверждается, вы идете, набиваете звезды, максимальное количество нужно, которое вам необходимо для получения именно таких контейнеров, это 40 звезд. Но если вы будете набивать больше, когда уже начнется реальная заруба, при третьем ходе уже будет стычка, то есть в третий день войны уже будет стычка фракций, например, на таких территориях, как Арена, здесь уже могут сойтись столица именно фракции эльфы против Санты, здесь у нас на Каньоне будет Санты против Снеговиков, и на Новелле, получается, да, на Новелле у нас будут эльфы с все теми же снеговиками здесь бороться. Также при третьем ходе уже можно будет забирать центральные точки, ближе к которым будут находиться к зоне будут Санты и эльфы, получается так, или раз, два, три, нет, три, это получается раз, два, да, сюда на зону получается, но, в принципе, здесь, как говорится, две центральные точки уже одна из фракций сможет забрать для себя, если, конечно, за их команду будут делать ребята более правильные движения, не пойдут, например, на фармзоны, а будут бороться именно за выигрыш, но я думаю, что первые ходы будут отдаваться приоритетам именно на хранилище, хотя, если правильно все это дело распределить и контролировать ситуацию на протяжении всего дня, если есть конфу в Дискорде, к слову, я уже в своем Дискорде, ссылку в описании оставил, также создал два чата, в которых все игроки, которые имеются определенных фракций, там это у нас Санты и Снеговики, потому что у меня данные две фракции имеются, плюс ребят, с которыми я тоже играю, и которые все это дело смотрят, тоже имеют в большинстве случаев именно данные две фракции, поэтому, если вы хотите скооперироваться, играть вместе, плюс как-то свои действия согласовывать, то вы можете спокойнейшим образом тоже туда заходить и все это дело чекать. Также я думаю, что все свои действия по ходу данной войны я буду скидывать в группу ВК, ссылочка тоже на нее имеется, поэтому, если вам интересно, куда я лично атакую и что я делаю, то вы тоже можете за этим делом следить, возможно, какие-то еще советы помимо видеороликов я буду предоставлять. Что касаемо сегодняшних ходов, ход, как говорится, первый, и если у нас все будет работать, я надеюсь, как в прошлый раз, в прошлой войне, то у вас после первого этапа, после первого хода на завтра уже будет захвачена вот эта вот территория, надеюсь, что у нас мышка работает, то есть если это Санты, то это магистраль, дуалити, плато, дуэль, губах и лагерь, потому что вне зависимости от того, какое количество очков именно-таки звезд будет у вас на данной точке, вы уже полноценно ее захватите. Так же самое это будет с эльфами, все вокруг, которые точки имеются, и так же самое это будет со снеговиками. Дальше же, на втором ходе, ребята уже будут забирать ближние точки к центру с каждой из фракций, и на третий день начнется реальная дикая жесткая заруба, где уже определенно придется делать правильные ходы и захватывать, наверное, более стратегические точки для победы в данной войне. Всего она длится у нас, как я понимаю, две недели, поэтому, друзья, я думаю, что это будет реально интересная темочка. В прошлый раз я за войной не так сильно следил, не обозревал, ничего не снимал, но вот в этот раз я считаю, что это того стоит, дабы и с вами по этой теме пообщаться, может быть, вы мне тоже какие-то определенные советы дадите, ну и чтобы у нас была какая-то единая такая команда, с которой мы могли бы выигрывать данное сражение. Я играю, как я уже напомнил, за две фракции, пока что, честно говоря, мне без разницы, какая из данных двух фракций будет тянуть, будет выигрывать, главное забирать правильные точки, фармить контейнеры, наверное-таки, потому что рано или поздно данные даже и там центральные точки потом будут у вас захвачены, а вот фарм-хранилищ у вас всего лишь при первом подборе будет работать и только при первом подходе к данной точке вы будете забирать дополнительные именно-таки контейнеры. Поэтому, друзья, я лично, что за снеговиков, что за сан, вне зависимости от того, как эта вся система будет работать, если все будет работать, как в прошлом году, то вне зависимости от того, сколько у нас будет звезд заработано на одной из этих, получается, шести точек, они будут все уходить определенной фракции, если все это будет работать, как в прошлом году. Но есть вероятность того, что будет работать именно по одиночным территориям, но, честно говоря, я не знаю, каков вероятность, шанс этого. И тогда, если это все будет работать именно так, я вам могу сказать такую вещь. Если смотреть сейчас на всю эту карту, то за сан, самые выгодные позиции, это лагерь Игубаха. Я предпочитаю, конечно, лагерь, потому что эта точка является ближе к эльфам. У меня нет сейчас плана какого-то выбивать снеговиков из каких-то определенных зон. Я бы, честно говоря, хотел бы побороться за точку пустыни, отжать данное хранилище у эльфов, и, возможно-таки, потом еще суметь отхватить будущее. Да, если это будет все реализуемо, если снеговики также, например, я за снеговиков сегодня также пойду на мосты. Ну, что касаемо дефа, то здесь в первом ходу все дефолтно, поэтому атакуем на лагерь, дефаем столицу, подтверждаем ходик, и участвуем в первом уже ходу, набиваем звездочки, собираем силы на следующий день. Там уже будет завтра определенно все видно, как это будет у нас все дело работать. Я надеюсь, что многим ребятам стало чуть более понятно. Ну и самая жесткая заруба уже будет начинаться. На третьем ходе в третий день нашей войны. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы я все это дело обозревал, записывал, чтобы было чуть более подробно для вас что-то объяснено, возможно, какие-то точки предложены, если вам все это дело интересно, обязательно поддержите сейчас данный видеоролик. От вашей поддержки, честно говоря, зависит очень многое. Если активность будет, то я продолжу записывать видеоролики каждый день о моих действиях. Постараюсь как можно раньше все это дело делать, чтобы вы уже тоже могли делать свои ходы, правильно распределять силы, но я вам могу сказать одно точно. То, что когда вы делаете ход с самого начала, то есть, например, с завтрашнего дня, это все, я надеюсь, полноценно будет работать с 10 часов по московскому времени, то по ходу дня те ребята, которые будут подходить, они могут уже делать совсем иные ходы, дабы забирать другие территории, дабы это было более продуктивно. Поэтому я надеюсь на то, что вы будете следить за всем этим движением и определенно понимать в третий, например, день, да, в четвертый день, какие точки более выгодно забрать, дабы отжать их, например, либо у противника, либо забрать тоже хранилище, и за счет этого забирать дополнительные очки в данной войне. Потому что здесь нужна определенная стратегия. Это не так, как просто тыркнул на халяву, да, например, вот я так буду сидеть там тыркать по зоне, например, там плато, будут по жаворонкам тыркать потом, по станции, которые, ну, по сути, эти точки сами себя захватят рано или поздно. Это явно сейчас не то, что является в приоритете. А в приоритете, конечно, идет на захват центра и на захват хранилища. Поэтому сегодняшний ход, в принципе, в какой-то степени будет бессмысленный, если эти все точки у нас захватятся, которые находятся вокруг нашей столицы. Но самый правильный ход за фракцию Санд, это лагерь, как я сказал, броня, понятно, именно защита своей столицы, потому что ни на что вы больше другой защиту поставить не можете. Это, в принципе, без разницы. Что касаемо снеговиков, то там я предпочитаю пойти на мосты, так как было бы, наверное, целесообразно выбивать сначала за борьбу одну фракцию, а потом уже воевать вместе, вдвоем. Я напоминаю, что если вы забираете столицу, потом уничтожаете вражеские территории, фракция проигрывает окончательно, и война может вообще продолжиться в две фракции. Поэтому как-то так. Будем следить за всем этим делом. Я напоминаю еще раз, ребят, обязательно поддержите все это дело, если вам это интересно. Ну, а с вами был мистер Ванька. Не знаю, насколько долго получился данный видеоролик. Я надеюсь, это будет очень интересное сражение и ивент в целом, потому что это уже явно не первый раз. И очень сильно надеюсь, что больше разработчики не будут ошибаться, не будут задерживать ничего, и будет все у нас выходить вовремя, четко и правильно. С вами был мистер Ванька. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.